Итак, поговорим мы сегодня про две вещи, про Advox и про AWS и про то, как это все вместе работает и как это у себя организовать. Итак, вот небольшая агенда. Как видите, сначала про Advox, в конце про AWS и там сам концерт про то, какие у AWS для этого есть сертификации, чтобы вы могли подтвердить свои знания. И там в конце, если будут вопросы, то без проблем отмечу. Итак, что такое Advox? Это, можно сказать, больше методология, нежели чем просто какая-либо квалификация. И она состоит из четырех основных частей. Первое и самое главное – это философия. То есть, по сути, то, как вы это у себя на проекте применяете, как на это все реагирует команда. Дальше – это определенные практики. Про практики мы поговорим немного более подробно, чуть-чуть, позже. И это активно связано с тумингом, который использует Advox. И то, ради чего, в принципе, Advox внедряется в проекте – это быстрая доставка проектов. То есть, по сути, Advox – это agile методология, но ее основная особенность – это то, что релизы должны быть частыми, релизы должны быть быстрыми. То есть, он не должен длиться 2-3 часа или что-то тому подобное. Все должно происходить максимально быстро и быть максимально отказоустойчивым. Вот на сайте AWS-а там расположен такой пайплайн. По сути, этот пайплайн описывает то, как работает Advox. Вы разоблатываете код, вы совершаете билд, после этого автоматически проходят тесты, и после этого это выгружается клиенту, либо там на сервер. И от конечных пользователей уже осуществляется мониторинг, и строится план по фиксу каких-то ошибок, если они найдены. Вот. То есть, и задача DevOps-а – этот процесс максимально автоматизировать. То есть, чтобы как можно меньше было каких-то ручных цифрак. Вот как это, в принципе, работает. DevOps-а – это человек, который работает на стыке разработки, на стыке системного администрирования, на стыке тестирования и security. То есть, по сути, он отвечает за то, чтобы разработка происходила быстро, за то, чтобы тесты работали, за то, чтобы все было секьюрно, и за то, чтобы все разворачивалось максимально быстро. Точно так же, то, что я уже упоминал чуть-чуть ранее, это автоматизация мануальных процессов. Скажите мне, пожалуйста, у кого на самом деле разворачивание окружения происходит автоматически на проекте? Не шибко много людей. И задача DevOps-а как раз сделать так, чтобы разворачивание окружения, разворачивание проекта происходило максимально быстро и автоматизировано без участия человека. Идеальный вариант – это то, чтобы просто нажали на кнопку, и через N-ое количество времени все заработало. И третье – это вот то, что, опять же, упоминал – это про разворачивание окружения. Чтобы, опять же, избежать мануальной работы, все делается максимально автоматизировано. Так, вот, что AWS говорит про DevOps. Собственно, это подходит, в принципе, про интеграцию DevOps абсолютно неудобно, не только в AWS. Это позволяет увеличить скорость разработки, это позволяет увеличить скорость доставки, это позволяет мониторить все это, процесс работы этот позволяет расширять ваш проект, и все точно так же это секьюрно. Главный вопрос – зачем это вообще все нужно? Получается, про это говорится очень много, про интеграцию DevOps в DevOps методологические проекты. Это, в первую очередь, помогает снизить затраты на поддержку проекта, это помогает снизить затраты со стороны клиента, это помогает увеличить профиль в итоге, к чему, собственно, мы все истрелимся. Теперь про то, как это у себя внедрить. Можно, грубо говоря, все это разделить на две составные части. Первое – это про внедрение практики, второе – это про внедрение DevOps в философии, если это можно так сказать. Про практики. Вот у нас есть DevOps практики, их в основном выделяют пять, можно разделить на больше, как хотите. Но основные – это у нас continuous intercash и continuous delivery, чтобы у вас происходили тесты, и чтобы все было, ну, чтобы доставка кода была автоматическая. А также это микросервисы. То есть это, опять же, сделано для того, чтобы была максимально быстрая скорость разработки. Чтобы вы не работали с каким-то одним монолитом и ждали, пока пройдет регрессия. А чтобы вы сделали сервис, написали на него тесты, и он попал на продакшен. Также это инфраструктура как под, опять же, чтобы у вас окружение разворачивалось автоматически. И скейлилась автоматически. Дальше – это мониторинг и логирование. Как раз таки нужно для того, чтобы у вас, чтобы вы могли следить за своими ресурсами, и в случае чего быстро порешать проблемы, если они появляются. И следующее – это коммуникация и коллаборация, так сказать, между департаментами. Это департаментами разработки, сисадминами, тестировщиками, security командами. То есть, Drops стоит на ссыке, как я говорил, и поэтому мы их объединяем. Теперь по AWS. Это Cloud. Все, наверное, знают об этом. У него есть 5 основных составляющих. Первое – это то, что они очень сильно любят показывать, то, что у них все секьюрно, то, что они соответствуют абсолютно, наверное, всем существующим сертификациям и так далее. Также у них есть основные, так сказать, ресурсы, на основе которых все построено. Это Classical Tigent. Storage – это S3 и DPS – это networking, возможность создавать свои private сети. И базы данных – это возможность управления, в принципе, базами данных, как SQL, ну, SQL. И, в общем-то, все это с собой в S3 представляет. И есть, как я говорил ранее, вот есть перечень Linux Practic, и AWS предоставляет для этого там целый ряд тулзовин. Вот ранее слева, сверху – это у нас под-депой. Это AWS тулзовина, которая позволяет доставлять вашу окно-сервера. Все максимально быстро, максимально удобно. Слева снизу у нас есть слот Build, который позволяет билдить ваши проекты. Не важно где, не важно какие, не важно сколько у вас этих проектов, он билдит. Он это все умеет. Справа снизу у нас есть слот Pipeline, который позволяет сделать вам прогрессивым, могу бы говоря, процесс интенс-деливери, когда вы билдите код с помощью код Build, после этого вы его там же тестируете, после этого вы его используете, и все у вас окей. Опять же, это все настраивается максимально просто. Это можно делать как кодом, настраивать это также и вручную через дешборд. То есть опций много. И справа сверху у нас код Star, который, по сути, предоставляет собой нечто подобное код Pipeline, только еще одна образовательная кодзора, которая позволяет это все сделать. А теперь, в следующий год, что у нас есть микросервисы. Для... Ну, тут три, можно так сказать, кодзора не представлены. Наверное, три основных. Первое – это EPS, это Classic BigStop. И он позволяет вам разворачивать инфраструктуру вашего приложения максимально, так сказать, максимально быстро и максимально просто. То есть вам не нужно заходить и настраивать какие-то конфигурации, выбирать типы инстансов, делать все душевое, и не говорить, вот у меня есть приложение, мне его нужно развернуть на канал. Он это делает. Он, конечно, также отвечает за хаспелинг вашего приложения, и... Но у него есть один минус, он стоит дорого, по сравнению с этим остальным. По сравнению с тем, если бы это, например, делали вручную. Дальше идет обвись лямбда, это она посерединке. Это... грубо говоря, штука, которую умеет запускать ваш лоб без наличия сервера. И это дает преимущество, это... Вы не паритесь о скейлингу этого всего. Все она у вас работает. Но это не походит для каких-то там посрочных операций, потому что у любой лямбды есть период, в котором она может работать. и дальше, последний, так и справа, это идет... СС, штука, в которую вы вкидываете в дупер-контейнер, и она его запускает, она его вам следит. Она его может запускать двумя опциями. Первая, это на основе эластик-конфютинга, и вторая, на основе AWS с фаргейта. В чем нужны не разницы? Это в том, что с лучшим с текста 2 вам нужно, во-первых, выбрать, на каких конкретных инстансах это будет работать, и в целом вам нужно за ними следить. А если брать фаргейт, то вам, опять же, ничего делать не надо. Вы просто говорите, вот у меня есть дупер-контейнер, я хочу, чтобы он работал вот там. Вот он берет и работает, и у него, опять же, есть соответственность за это все. платится гораздо более высокой оценой, нежели если вы это будете запускать на 32 инстансах. Также есть еще не указано, но есть Kubernetes на AWS. Он появился, не так сказать, чтобы совсем давно, но в прошлом году он был. И это, по сути, представляет собой ECS. Ну, вернее, они похожи, просто ECS автомативное амазонское решение, а Kubernetes они устанавливают для себя. И проблема в том, что если у ECS хорошая интеграция со всеми остальными существующими амазонами, средствами, то у Kubernetes нет все декорированного. Поэтому ну и плюс за Kubernetes надо больше следить, там больше нужно вещей настраивать, нежели в ECS. Но опять же такая опция присутствует. Поэтому разработку микросервисов вы видите, можно быть сильным количеством способов AWS. сервисов по инфраструктуре как код. Слева у нас слева крайне это AWS сервис для организации как политика как код. Даже конферк как код. И получается задача этого сервиса в том, чтобы вы там вы можете описать правила, по которым будут мониториться ваши ресурсы для того, чтобы соответствовать определенным я там не знаю, например, PCI DSS либо ISO 27000, чтобы так сказать вести мониторинг ваших ресурсов на соответствие с определенным сертификациям. Дальше у нас идет System Manager, который позволяет вам конфидерировать операционные системы. Например, вы там с помощью него можете в одном месте держать конфидерацию Windows, Linux машин. После этого идет сервис, на котором вы можете он называется, если я правильно помню, AWS Ops, OpsWork или как-то так. И на нем вы можете запускать шерф скрипты, написанные на Ruby. И с помощью его разворачивать инстансы, следить за их конфигурацией, все в одном месте. Ну и последнее справа это CloudFormation AWS и это их решение для инфраструктуры подхода, там, где вы их шаблоны языком описываете то, как будет выглядеть ваша конфигурация. если знаете, то похоже по принципу на CloudFormation на Terraform, но там со своими приколами работает как только на AWS. Вот. Теперь про мониторинг и логирование. Слева у нас идет CloudWatch, грубо говоря, сервис для мониторинга, это его основная задача. С помощью него вы можете анализировать, собирать логи и смотреть на то, что происходит с вашим приложением. на серединке у нас идет сервис, с помощью которого вы можете мониторить API реквесты на AWS. А также, если у вас работает CloudFormation, который делает API реквесты на AWS для того, чтобы построить инфраструктуру, с помощью CloudTrava, вы можете мониторить, то, как он это делает, на какие API делает запросы и таким образом следить за тем, используются ресурсы и что в этом нужно лучше. И последний это AWS X-Ray. Он позволяет следить за перформансом вашего приложения. И соответственно, если у вас подседает в каком-то месте перформанс, если вы до этого не включали атмосферинг, вы можете его каким-то образом сами расширить. Еще есть такая штука, как AWS под комит. Я ни разу не видел, что его использовали, но это приватные дни репозиторий. Это все пользуются гитхабом, бакетом и так далее, но AWS предоставляет для этого свое решение. Свое решение. И на своей практике я ни разу не видел лично, чтобы его использовать. Ну и теперь поговорим про то, про AWS сертификации. У них вот есть их различные виды. Первое, это для тех, кто только начинает работать с AWS, там проверяется базовое знание всех сервисов, что основных по компьютерам, по базам данных, по ссориджам, по нетворкингу. На второй линии там осушенные сертификации, они уже требуют более глубокое знание AWS, там большая часть вопросов по нетворкингу, и они требуют один год, они будут работать с AWS. и по статистике вот эти осушенные сертификации, они самые популярные, например, в Штатах самые высокие зарплаты зависит именно с этой сертификацией, с этим сертификацией, неважно с объектом, с девелоперской или с исходской. Естественно, сертификация Professional, которая зелененькая, она требует еще более глубокие цены, она еще более ценная, по сравнению с остальными. И последняя сертификация, она требует ну прям совсем глубоких знаний платформы, совсем глубоких знаний вообще экспертизы, допустим, Networking, Big Data либо Security. И вот эти все сертификации, их можно получить в Украине, они, к сожалению, не сдаются в Херсоне, они сдаются либо в Вольверх или в Харкере, но их все могут сдать и компании такую сертификацию ценят. Поэтому не плюс такая сертификация дает вам понимание того, насколько глубоко и насколько хорошо вы знаете эту форму. К сожалению, сертификация проверяет это только с теоретической стороны, но во время подготовки надо будет делать какие-то практические занятия, какие-то практические задания, чтобы вообще понимать, что вы делаете. Поэтому они таким образом подтверждают ваши знания. Теперь у вас вопросы в блог, с ПДС, с инфекцией и так далее.